«Сто лет без выходных» – так называется новая выставка в Ивановском художественном музее. Экспозиция приурочена к вековому юбилею Федеральной службы безопасности. Лучшие ивановские художники отразили в своих работах не только современные реалии работы силовиков, но и советское прошлое ведомство. Картины для экспозиции написали в рамках проекта «Холст масла». Нам в первую очередь хотелось передать эту многовековую историю этого ведомства, подчеркнуть их труд. И не зря выставка называется «Сто лет без выходных», потому что это действительно колоссальное напряжение и физическое, и моральное. Шесть работ на выставку представил художник Александр Вербин. На полотнах изображена фигура пленного генерала Фридриха Паулюса. Сотрудников ФСБ наших дней автор изобразил в служебной форме закрывающее лицо. Единственное, что плохо, я бы их там больше сделал бы. Лица их нельзя показывать. То есть вот они показаны, все вот эти замаскированные. А так бы можно было, потому что такие мощные ребята, можно было просто написать. Кроме картин, на выставке представлены редкие архивные документы ведомства. За стеклом лежит первое дело, датированное 1917 годом, когда указом Совета народных комиссаров была образована ВЧК. Именно с чекистов началась столетняя история ведомства, стоящего на страже государственных интересов. Мы видим уголовное дело Дмитрия Дмитриевича Висекирского. Этот человек стал героем радиоигры «Ястреб». Его выманили на территорию Иванской области. Он был выброшен органами немецкой разведки. И после приземления в регион он начал выполнять порученное задание. Но поскольку его уже ивановские чекисты ждали, он был задержан. Ну, соответственно, арестован. Увидеть картины, уникальные документы и форму сотрудников Службы безопасности ивановцы смогут до 12 октября. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.